Быстрый гол еще не залог успеха. Свидетельство тому итог матча Металлург Арсенал. Четвертая минута угловой для канониров. Закарлюка отпасовал на Симоненко, тот сильно прострелил во вратарскую. Олейник завершил комбинацию взятием ворот 1-0. Гол на старте для запорожцев стал не иначе, как холодным душем. Как еще объяснить, что команда имея в пассиве пропущенный мяч, последующие 30 минут никакой угрозы воротам Лева не несла. И лишь в заключительные 10 минут первого тайма действия запорожских футболистов заставили местных болельщиков стрепенуться. И смотрелся Металлург довольно неплохо. Тактически грамотно построенные комбинации зачастую имели опасный характер. Но главное, что на поле между партнерами присутствовало понимание. И это неудивительно. В основе Металлурга вышли 10 запорожских воспитанников. Согласитесь, редкая для нашего футбола цифра. Однако счет на табло до перерыва больше не менялся. В дебюте второго тайма активнее смотрелись гости. Так, например, должен был забивать Лысенко. Последующие потенциально голевые моменты Арсенал также упустил. 68-я минута. В центре внимания уже нападающий Металлурга. Вблизи штрафной сразу три защитника блокировали действия Алзия, позабыв о неприкрытом године. Алексей мешкать не стал, хладнокровно поразив нижний угол ворот Ревы. 1-1. Темп игры продолжал расти. На смелые уколы Хамина и Жаземара ответил Алазия. Голом, правда, из офсайда. Игра на встречных курсах продолжалась до финала матча. Успешный мост стал для хозяев поля. 92-я минута. Штрафной удар в 35 метрах от ворот пробивал Селюк. Сергей Красноречиво напомнил о своем мастерстве исполнения стандартов. В шоке был даже Алазия. Или, может, Нигерис просто сам хотел забить. 2-1. И зрители, заполнившие Запорожскую Славутич-арену, провожают своих героев стоя.